Дмитрий Нечаев Когда наконец силы света победят силу тьмы. Что сказать, процесс идет. Российская армия с силами народной милиции Донецкой народной республики и Луганской народной республики, национальные бригады планомерно и неуклонно перемалывают нацистскую нечисть, окопавшуюся на Украине. Можно ли быстрее? Наверное, можно. А вот нужно ли? Вопрос в цене. Она слишком высока, значит не нужно спешить. Победа будет за нами, как это всегда было в истории, раньше или позже, но за нами. К счастью, все больше открываются глаза на происходящее и у западных обывателей. Про политиков я не говорю, они и так в курсе. А раз так, то можно говорить о позитивных переменах и на информационном фронте, где у нас поначалу дела были не очень. Да и сейчас тоже еще много над чем нужно поработать на этом направлении. Но, тем не менее, смотрите, какого разумного человека обнаружили средства массовой информации на этой неделе. Его зовут Скотт Риттер. Он известный военный аналитик из Америки. Хотите, назову самых лучших учеников военной науки на сегодня, спрашивает Скотт. И отвечает, это русские офицеры. А мы к ним как к детям относимся, это же русские. Они самые образованные и обученные офицеры из всех, кого можно встретить. Они все понимают лучше нас. Они не тратили 20 лет на то, чтобы выламывать двери и вырезать семьи в Ираке. Или ползать по холмам в Афганистане, чтобы убить одного единственного пастуха. Этим мы занимались, говорит Скотт. А русские масштабно мыслят. Такие оценки профессионального военного аналитика, согласитесь, дорогого стоят. Русские удержали стотысячную группировку Украины в Киеве. А кто-то на Западе пытается изобразить, что русских якобы вынудили отступить. Мариуполь. Это ключевой город на пути наших войск. Его пришлось брать. Единственный город, за который русские сражались и долго сражались. Почему? Потому что только он имел значение. Остальные не играли никакой роли. Мариуполь пришлось брать. Этого требовала стратегическая необходимость. Американский аналитик считает, что вся эта фаза была подготовкой поля боя. Русские войска уничтожили топливные хранилища на Украине, мосты, тяговые подстанции на железных дорогах. Что такое танк без горючего? Это гроб. А грузовик? Еще один гроб. Склады боеприпасов и продовольствия взорваны. Солдат, который хочет есть и пить, будет убит, заключает Скотт Риттер. Наши войска уже перекроили все под себя, чтобы подготовиться к масштабному захвату в клеще, в который попадут силы украинцев, у которых не будет ни еды, ни воды, ни горючего, ни боеприпасов, ни доступа к морским портам для пополнения ресурсов. Вот какой будет вторая фаза. И еще одна важная выкладка от аналитика Соединенных Штатов Америки. Да, русские войска отошли от Киева. Но им больше не нужно удерживать ту группировку. Она и так не сможет сдвинуться без горючего. Они попросту застряли. Если они выйдут из города, русская авиация их уничтожит. Никакого подкрепления не будет. Они в ловушке. Русские замкнут кольцо и всех уничтожат. Или возьмут в плен огромную часть украинской армии. И когда это произойдет, ничего не останется. И русские смогут требовать все, что захотят. Русские победят, заключает авторитетный американский военный аналитик. Конечно, мы победим. Мы – это Россия. Не просто как страна, а как цивилизация. Как могучий многонациональный русский мир, объединенный истинными ценностями, базирующийся на древней и славной истории. Свято хранящей память о подвиге своих предков, заплатившей своей недавней истории неимоверно высокую, колоссальную цену за победу над скверной, над фашизмом. Мы победим не только потому, что, как верно заметил американский аналитик Скотт Риттер, наши офицеры лучше, лучше подготовлены, наша стратегия продумания. Но мы победим еще и потому, что сила, как известно, в правде. А она на нашей стороне. Понял, американец? Это была колонка главного редактора. В студии был Дмитрий Нечаев. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова